Противоречит законам физики. У черной дыры обнаружили необычную способность. Черная дыра извергает потоки вещества со сверхсветовой скоростью. Подождите, чего? Судя по этим заголовкам, тут либо вселенная поломалась и несите новую, либо кликбейт. Но еще есть вариант, что те, кто писали статьи, просто не разобрались. Новости возникли из-за этого исследования о джетах у черной дыры в галактике М-80С. Той самой, чье изображение мы увидели в прошлом году. Ну а если мы, не вчитываясь, пробежимся глазами по новости на сайте НАСА, где тоже рассказывается об этом, то мы можем увидеть, например, такое — 6,3 скорости света. Но как же так? Мы же с вами знаем, что ничего не может двигаться быстрее скорости света в вакууме. Ну, ключевые слова были «не вчитываясь». Сегодня мы не будем делать акцент на том, почему ее нельзя превысить. Об этом уже много сказано, и оставлю ссылку на хороший ролик по теме от Димы Побединского. На самом деле речь не идет ни о каком сверхсветовом движении вещества, и это понятно уже из новости на сайте НАСА. Речь лишь об иллюзии и очень интересном эффекте. На английском он называется Superluminal Motion, что, в общем, можно перевести как «сверхсветовое движение», и, возможно, отсюда и путаница. Однако на сайте НАСА четко говорится, что речь только об иллюзии, а не о сверхсветовом движении вещества. Зато в статье на сайте популярной механики есть, например, такой пассаж. «Не можем быть уверены, что на сверхсветовой скорости движется именно вещество, а не, скажем, световые импульсы». Но в оригинале вообще не говорится о хоть какой-то возможности того, что именно вещество движется со сверхсветовой скоростью. На поп-мехе есть попытка объяснить природу иллюзии, но потом вдруг пишут «Ничего не поняли? Не волнуйтесь, для астрономов это тоже большая загадка». Вообще в статье кратко объясняется, из-за чего возникает такой эффект, и если изучить тему поглубже, можно найти много чего интересного. Но если оставить кликбейтные заголовки и статьи со странным содержанием, все равно остается интересная тема. Как что-то может двигаться с кажущейся, и подчеркиваю еще раз, именно кажущейся скоростью, превышающей скорость света? Давайте разбираться. Я Андрей, и вы на канале «Космос просто». Итак, что там за кажущееся сверхсветовое движение? Ну, во-первых, само по себе явление было известно давно. Вот, например, статья 2013 года о окажущемся сверхсветовом движении в той же галактике М87. Да, что там 2013? Вот статья аж от 1972 года. Новость в том, что у М87 с помощью телескопа Чандра пронаблюдали именно в рентгеновском диапазоне вещество, движущееся с экстремальной скоростью более 99% скорости света, но, естественно, не 100%, и уж тем более не больше. Напомню, что сегодня считается, что в центрах большинства галактик находятся сверхмассивные черные дыры. Некоторые галактики обладают так называемыми активными ядрами, то есть черная дыра в центре активно поглощает вещество и при этом выделяется огромное количество энергии. Их называют квазарами, блазарами и не только. Разные названия зависят во многом от ракурса, к которым галактика обращена к наблюдателю. Подробнее об этом я уже рассказывал в выпусках о квазарах. Одной из черт активных ядер галактик являются джеты. Узкие струи, вещества, как бы выстреливающие из областей над полюсами черной дыры. Черная дыра окружена аккреционным диском вещества, которое, двигаясь по спирали, падает на черную дыру. Однако, часть вещества не падает, а наоборот, оказывается выброшенным. При этом, это вещество может разгоняться до околосветовых скоростей. Нам точно неизвестно, как именно это работает, но, вероятно, механизм связан с магнитными полями вокруг черной дыры. Но, я все говорю, околосветовые, да, околосветовые скорости. Ну, что там с кажущимся сверхсветовым движением? Вещество падает на черную дыру, а также выбрасывается в джетах неравномерно. Вот, например, известная фотография джета галактики М87, полученная с помощью телескопа Хаббл. Мы видим, что джет неоднородный по всей длине, а там есть, скорее, отдельные сгустки материи. Вот, для удобства, мы развернули джет и посмотрим покрупнее на область около черной дыры, выделенную черным квадратом. Это серия изображений, полученных с помощью данных в радиодиапазоне, и они сделаны с интервалом в год. Мы видим, как фрагмент отдаляется от центра. Возможно, кто-то скажет, ну и что? Да вот что. Просто наблюдая, как изменилось положение фрагмента за годы, мы знаем, какое угловое расстояние он преодолел. То есть, видимое расстояние для нас на Земле по небесной сфере. Но мы знаем расстояние до М87, примерно 55 миллионов световых лет. А значит, можем рассчитать расстояние, которое, как нам кажется, преодолел фрагмент, и перевести угловое расстояние в световые годы. И вот как раз тут проблема. Кажется, что фрагмент движется быстрее света. Вот еще один пример таких радиоизображений, но уже в виде анимации. А это уже другая галактика 3Си-111. Здесь центрный оборот в правой стороне. Радионаблюдение за 10 лет, и здесь кажется, будто вещество движется со скоростью от 3 до 6 световых. Получается, астрономы наблюдают движение объекта, в данном случае фрагмента джета, и кажется, будто он движется быстрее скорости света, что, как мы знаем, невозможно. Как вообще может казаться, что что-то движется быстрее света? Есть хороший наглядный пример. Как ни странно, тень от моей руки в теории может двигаться быстрее скорости света. Вероятно, вы читали какие-то статьи о возможности сверхсветового движения, и там часто упоминают тень и солнечный зайчик. Чтобы показать этот эффект, удобнее воспользоваться лазерной указкой. Если я вот таким образом буду двигать указкой, то ее кончик преодолевает по дуге примерно 4-5 сантиметров, тогда как точка по поверхности бумаги уже 20-30 сантиметров за одно и то же время. Если я уберу бумагу, то по стене точка преодолевает уже несколько метров за одно и то же время. То есть она двигается намного быстрее, чем кончик указки. Можно представить достаточно мощный лазер, и что мы посвятили им на Луну. Даже я, просто двигая своей рукой, могу сделать так, чтобы точка преодолела всю поверхность Луны практически мгновенно. Но если лазер будет двигаться достаточно быстро, то точка сможет преодолеть поверхность Луны быстрее скорости света. Но по-прежнему может быть не совсем понятно, как такое возможно. Неужели нарушаются законы физики? Конечно нет. В данном случае никакой объект или информация не передается быстрее света. В каком-то смысле движение точки — это лишь иллюзия. Если я буду двигать как бы по поверхности Луны некий физический объект отсюда сюда, то он будет перемещаться по поверхности с определенной скоростью в этом направлении. Но что двигается в случае с точкой именно по поверхности? Ничего. Точка — это не цельный физический объект. Если я двигаю ее вот таким образом, фотоны не перемещаются отсюда сюда. Фотоны двигаются от указки к поверхности Луны. Вот таким образом. Если мы будем стрелять в стену и, подобно лазеру, менять угол, нам также будет казаться, что след от выстрела будет двигаться быстрее, чем сам конец ствола. Но ведь реальные отверстия от пуль вообще не двигаются по стене. Двигаются в данном случае пули от ствола к стене. Следы от пули или точка от лазера ведут себя похожим образом, только вместо пуль у нас фотоны. Но на самом деле ничто не двигается отсюда сюда. Но если бы мы попытались переместить какой-то физический объект, скажем, привязав к нему очень длинную палку в этом направлении, со скоростью, превышающей скорость света, мы бы уже этого сделать не смогли, потому что в данном случае было бы уже настоящее движение отсюда сюда. В случае с джетами мы тоже имеем дело лишь с иллюзией сверхсветового движения. Но для того, чтобы она возникла, нужны определенные условия. В новости на сайте NASA о сути явления говорится очень коротко, буквально в двух предложениях. Там написано примерно следующее. Кажущееся сверхсветовое движение возникает, если излучающий объект движется в нашем направлении по линии зрения, лишь под небольшим углом, и вещество должно двигаться почти так же быстро, как свет, который оно излучает. И это дает нам иллюзию сверхсветового движения. Здесь описаны необходимые условия, угол и скорость. Но не объясняется суть явления, поэтому давайте поподробнее. Вот здесь центр галактики, а джет направлен сюда. Для наглядности берем больший угол. Мы смотрим отсюда. Сгусток вещества в джете излучает в каждый момент своего движения. Для удобства примера будем пользоваться световыми днями, а не годами. Предположим, частица, которая движется со скоростью 90% скорости света, излучает фотон в точке А. И он начинает двигаться по прямой в нашу сторону со скоростью света. Частица продолжает свой путь под небольшим углом. За 30 дней первый фотон преодолеет расстояние 30 световых дней. Частица же, поскольку движется на 10% медленнее, преодолевает лишь 27 световых дней, и в точке Б она испускает второй фотон, который тоже будет двигаться по прямой в нашем направлении со скоростью света. Если бы частица двигалась не под углом, а по прямой в нашем направлении, то второй фотон достиг бы нас на 3 дня позже первого. Но из-за угла получается еще позже, и он достигает нас не на 3, а, например, на 4 дня позже первого фотона. С нашей точки зрения нам кажется, что частица, которая излучила фотоны 1 и 2, переместилась отсюда сюда, и сделала это за 4 дня. Но видимое расстояние для нас между А и Б около 8 световых дней, и создается иллюзия, будто частица за 4 дня покрыла 8 световых дней, а значит, путешествовала со скоростью в 2 раза превышающую скорость света. Хотя на деле ни частица, ни фотоны никакой скорости света не превышали. Иллюзия создается с нашей точки обзора, и главное возможно, лишь когда вещество двигается со скоростью близкой к световой, и как бы почти догоняет свет. Подобная иллюзия возникать не только у джетов. Например, феномен светового эхо. Эхо может возникать у звезды, когда она вспыхивает новой, сверхновой, или происходит другое мощное событие. Часто в качестве примера приводят V-838 единорога. Там произошла вспышка. Слева серия кадров, которая показывает изменения за 2 года. А вот уже анимация. Это не расширяющаяся оболочка газа, а именно световое эхо. Свет от звезды отражается от пыли в межзвездном пространстве и создает иллюзию расширяющейся оболочки. Это как бы расширение тоже может происходить с кажущейся сверхсветовой скоростью. Но здесь отличие от джетов в том, что не вещество двигается соколосветовой скоростью, а свет отражается от частиц вокруг звезды. Ну и возвращаясь к самой статье. Вот изображение в рентгеновском диапазоне с помощью телескопа Чандра, которое показывает фрагмент их джетти. И ближе к центру галактики кажется, что они двигаются со скоростью 6,3 скорости света в вакууме. И хоть на самом деле это не так, в действительности материя все же перемещается с экстремальной скоростью. По расчетам ученых, вещество движется со скоростью более 99% скорости света. Новые наблюдения в рентгене важны потому, что они позволяют с большей уверенностью сказать, что с такой скоростью движется именно само вещество, а не, скажем, ударная волна. А кликбейтные заголовки, ну, всем понятен мотив. Чем сенсационнее заголовки, тем они считают больше шансов, что на них кликнут. И я тоже стараюсь делать интересные названия видео, которые бы привлекли внимание. Но одно дело привлекательный заголовок, и другое дело вводить людей в заблуждение. И на это я могу сказать только... Ну, а если вам понравилось это видео, вы знаете, как меня можно поддержать. Поставить лайк и оставить комментарий, чтобы это видео активнее рекомендовалось Ютубом и его увидело больше людей. Ну, и спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, на Ютубе и всеми другими способами. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова